МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запах Львова, тонны львовских отходов приехали в Киевскую область. Попытка номер два. И допрос беглого легитимного, и доставка из СИЗО пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах майдановцев. Сегодня это наконец-то произошло. Янукович несколько часов вещал по видеосвязи из Ростова, а бывших сотрудников Беркута беспрепятственно доставили в Святошинский суд Киева. Почему же в пятницу заседание сорвалось? Напомним вкратце. Тогда активисты из организации «Вильный Люды» и «Правый сектор» блокировали выезд беркутовцев из СИЗО. При этом глава МВД неожиданно заявил, он отказывается препятствовать и вступать в конфликт с протестующими. Из-за этого суд перенес слушание, которого так ждали и родственники погибших, и правоохранители, и международная общественность. Имя Авакова не единожды связывали с радикалами, которые устраивали провокации. Примечательно, что те же «Вильный Люды» засветились в пикетах у здания нашего телеканала. А в расследовании, которое сразу после поджога студии подробностей провел оппозиционный блок, были названы исполнительные атаки. Советник ЛВМВД Илья Кива и радикалы из партии «Братство». Итак, суд идет. Допрос продолжался более шести часов. Что поведал беглый Янукович? Помог ли его допрос продвинуться в расследовании преступлений на Майдане? Стало ли ясно, кто отдавал преступные приказы и кто должен нести ответственность? Все подробности в нашем материале. Сотни журналистов еще с самого утра занимали очередь возле Святошинского райсуда Киева. Но до последнего момента никто не знал, состоится ли допрос. Все фигуранты дела, адвокаты, прокуроры и потерпевшие еще задолго до начала заседания на местах. При усиленных мерах безопасности прибыл в Ростовский областной суд и главный свидетель Виктор Янукович. Все ждали только подозреваемых, бывших работников спецподразделения «Беркут». На этот раз активисты не пришли блокировать их выезд из СИЗО, а переместились под здание суда. Евромайдановцы охотно комментируют и события пятницы, и нынешние события в Святошинском суде. Мы сегодня вышли высказать свое недовольство по поводу выступления Януковича по телевидению на всю страну. Потому что этот преступник должен обязательно сидеть в тюрьме. Суд должен, конечно, состояться, потому что это «Беркут», который непосредственно стрелял, вот его 17-го числа, вот, ребят вот стрелял, именно «Беркут» стрелял. Пятеро «Беркутовцев», которых подозревают в убийстве 48 евромайдановцев, появились в зале суда. Одновременно пришел и генпрокурор Юрий Луценко. До начала заседания стороны решили удалить из зала другого свидетеля, бывшего командира внутренних войск Украины Станислава Шуляка. А пока выясняли технические моменты, перерыв. Им воспользовался генпрокурор, чтобы объявить Виктору Януковичу подозрения в госпредательстве и пособничестве России в агрессии против Украины. После своего заявления Луценко покинул здание суда и уточнил, у Януковича уже 10 подозрений и он должен приобрести статус обвиняемого. Янукович выслуживался перед владой Российской Федерации, пытаясь отримать их подальший захист для безопасного пребывания на территории Российской Федерации, взамен дающий послугу о видимости, легитимности оккупации нашей страны. Сам Янукович занял место за трибуной и начал издалека. Говорил и о соглашении об ассоциации, мол, курс на евроинтеграцию не менял, а просто отложил. Благодарил беркутовцев за работу на Майдане и каждый раз, как мантру, повторял слова о провокациях. Но как только вопросы касались разгона Майдана, ничего, дескать, не знал, хотя уже спустя месяц были установлены причастные и есть протоколы их допроса. Сам же Янукович заявил, этих причастных уволил. Внутренняя справа установлены у киевской милиции. На вопрос, кто давал приказ выдать огнестрельное оружие, ответа так и не прозвучало. Что касается выдачи зброи правоохранных органов, за это вопрос, за законом отвечают те, кто принимал такие решения. Но на каком уровне эти решения принимались, я комментировать не могу, потому что я всего не знаю. Также Янукович утверждал, что не отдавал приказ стрелять 20 февраля. Но и вспомнить, кому отдавал приказ остановить кровопролитие и отдавал ли его вообще, не смог. А всю информацию, уверяет, черпал и СМИ. Я с самого начала до самого конца был против застосования зброи и против застосования кровопролития. Это была моя принциповая позиция. Я на это вопрос много раз говорю, потому что я не мог таких наказов дать. Как оказался в Ростове, Янукович тоже объяснить не смог. После нескольких часов допроса и вовсе начал путаться. Речь зачитывал с бумажки, а потом и вовсе на все вопросы отвечал одно – не помнит. В итоге прокурор подытожил, ответов на свои вопросы не услышал. Например, мы не отримали ответы, что до того листа, который он написал, что доведение в войск в Россию. Но это вопрос для нас было надважливым. А вот защита беркутовцев утверждает, что им надо услышали. Спростовать версию государственного виновата о том, что это была спланована спецоперация на уничтожение людей. После перерыва допрос продолжился. На этот раз вопросы начали задавать адвокаты потерпевших. И все закрутилось заново. Наталья Савченко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Андрей Кузнецов, Сергей Ведминь. Подробности телеканал Интер. Что же происходило в судебном заседании после перерыва? Узнаем у Ольги Рыцарь. Оля, здравствуй. Расскажи, какие заявления и показания звучали? Да, добрый вечер, Катя. Действительно, Януковича допрашивали с часу дня с одним единственным перерывом буквально на полчаса. Сначала его допрашивали прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, потом адвокаты подозреваемых беркутовцев. Ну а после этого уже были перекрестный допрос и были уточняющие вопросы. Много вопросов с одной стороны и с другой стороны. Ну а на вопрос о событиях 20 февраля 2014 года, впрочем, когда и были расстрелы на Майдане, Янукович зачитал сообщение от бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, в котором тот сравнил революцию на Майдане с революцией в Египте и в Сирии. В общем, я до повещения. Янукович отвечал одно и то же и очень сильно путался в ответах. В ответах, кстати, прокуроры задавали очень много уточняющих и детальных вопросов. Например, о чем говорил Янукович перед расстрелом Майдана с экс-министром МВД Виталием Захарченко. И когда именно он говорил с ним по телефону, Янукович не смог ответить и просто сказал, что не помнит. Также спрашивали, о чем именно он говорил перед расстрелом Майдана с Меркель, Путиным и Комаровским. Но Янукович тоже не помнил ответа на этот вопрос. Все-таки отвечал очень в общем и говорил, что никаких приказов расстреливать не давал, в общем, как и не получал никаких отчетов. Ну и также говорил о референдуме в Крыму. На вопрос в Крыму он сказал, что повлияли на референдум в Крыму о выходе из Украины, повлияли военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации. Сам он был против этого референдума. Также, что интересно, он сказал, что до сих пор он считает, что несет ответственность перед украинским народом. Ну и хочу сказать, что допрос Януковича закончился буквально полчаса назад. И все сказали, что уже очень устали и не могли сегодня допрашивать следующего свидетеля. И уже в пятницу допросят экс-командира военнослужащего, командира Шуляка в пятницу. Да, Катя. Спасибо, Оля. Это была Ольга Рыцарь с подробностями судебного заседания. И сегодняшнее заседание суда прокомментировал и Леонид Кучма. Он заявил, у Виктора Януковича в конце 2013-го была возможность избежать кровопролития, пойдем тогда на уступки Майдану. Чтобы урегулировать ситуацию политическим путем, по мнению Кучмы, было достаточно отправить правительство в отставку. Мы в трех том числе, я, Кравчук и Ющенко, у нас також группа была, яка не одноразово з ним встречалась. Запропонували ему, отправил уряд в отставку, они выходят с Майдану. Он сказал, что я своих не сдаю. И на этом практически завершились все перемоги. И прямо в эти минуты проходит пресс-конференция Януковича в Ростове. Там находится наш корреспондент Руслан Смещук. Мы еще выйдем с ним на связь и узнаем, что Янукович рассказал СМИ. А пока ясно, только одно. Начало положено и нас ожидает длинный судебный сериал. И еще одна тень из прошлого, которая пытается вернуться в настоящее и обеспечить себе будущее. Бывший судья-колядник Игорь Зварич пытается восстановиться в должности главы Львовского административного апелляционного суда. Удастся ли ему снова пощеголять в мантии, знает Галина Якушко. Продолжение следует... Журналистам и коллегам, откуда тогда, в далеком 2008-м, в его кабинете взялись 100 тысяч долларов, накалендовал на ремонт суда. 100 тысяч долларов на ремонт Львовского апелляционного административного суда. 100 тысяч долларов США, под расписку, были переданы фирме-будивельной Львовской міськой рады, попередньо в согласии с мэром Андреем Садовым. С первой минуты заседания тройка судей заявляет, рассмотрение такого исконевих компетенций удаляется в совещательную комнату, решать, как быть дальше. Зварич времени зря не теряет пользу, и с возможностью презентует для прессы три собственные книги, написанные в тюрьме. Все о своей судейской судьбе и о журналистах. Полчаса пиар-акции, и вот судьи выходят с решением. Вернуть судейскую мантию Зварич пытается еще с 2009-го. Иск уже трижды передавали из одного суда в другой, из Львова в Киев, потом в Чернигов и обратно во Львов. Теперь дело снова отправляется в столицу. Сегодняшнее решение суда о передаче исков в высший админсуд Зварич имеет право оспорить. Но будет ли подавать апелляцию или дождется рассмотрение в БАСУ, он еще не решил. А вот мэр Львова Андрей Садовый, сегодняшнее заявление Игоря Зварича о передаче денег на ремонт суда Львовскому горсовету, комментировать отказался. По словам его пресс-секретаря, это глупости. Калина Якушко, Юрий Голубинко, подробности, телеканал Интер, Львов. Путешествия львовского мусора продолжаются. На сей раз он почти добрался до столицы. Его нашли в Киевской области. Обнаружили львовский подарок и жители Тернополя. Люди возмущены. Кто будет убирать незаконно завезенные отходы и понесет ли кто-то наказание за превращение украинских сел в свалки? Ответы пытались найти наши корреспонденты. Ривно, Хмельницкий, Волынь, Черкаса, Днепр. Теперь Киевская область. В 50 километрах от столицы нашли очередные львовские отходы. Громада нашего села Вивьяна передает большой привет. Уже вторые сутки жители села Сосновка дежурят возле этого участка. Ночью, субботы, на воскресенье здесь появились горы мусора. Мы увидели последнюю машину с человеком. Ехали, это было вчера, где-то в пределах 10, в начале 11-го дня. Это была последняя машина с 13-го. Вызвали полицию, чиновников и экологов. А сами целую ночь дежурили, чтобы не подвезли еще порцию львовских сувениров. Это Чернобыльская зона. Как можно в Чернобыльскую зону привезти вот такую гадость львовскую? Мы к пункту у нас не работаем. У нас нет фельдшера. У нас ничего не имеет. Зато у нас есть львовские сметки. То, что отходы именно из Львовской области, у жителей сомнений нет. Море, Чеки, море, всякая Львовская область. Люди переживают, вода из их колодцев может стать отравой. У нас грунтовые воды от силы 6 метров, даже и меньше, я скажу. Даже меньше. Водоснабжение у нас в колодязни. Уже процесс брожения пошел. Как этот мусор оказался за полтысячи километров, а в собственник закрытой фермы оправдывается, дескать, ничего не знал. Мы не завезли, когда у меня тут не было. И домовленостей у нас тоже не было. На завоз мусора. Мы должны сегодня заключить договор. Вчера вы сказали, что вы дали дозвіл на одну машину сметки завезти. То есть вы дали дозвіл? Приблизный объем исходов 460 кубических метров. Виновных в загрязнении села уже ищут, уверяют в полиции. За данным фактом, свидетельствами Иванковской полиции открыто криминальное проведение за статьей забруднения земель. Мы пытаемся сейчас установить, откуда эти машины приехали и куда они поехали. Ищут владельцев машин-перевозчиков и в Тернопольской области. 20 тонн отходов кто-то высыпал в поле в нескольких километров от полигона. По квитанциями чекам определили родину мусора. В Тернопольском горсовете уверяют, разрешение на его завоз никому не давали. Мы обратимся к Садовому, к тех людей, которые это сделали, что это, в основном, бандитские такие вещи. Но в Львовском горсовете говорят, мусор забирать не собираются. Львов имеет договоры с перевозниками на вывезение сметки. Значит, где, каким образом они его захоронят, это я не могу прокомментировать, поскольку это относительно господаря субъектов, которые занимаются вывезением сметки. Пока же жителям Интернополя и Сосновки остается надеяться, что нерадивые перевозчики сами вывезут мусор. Но вот куда? И кто в следующий раз найдет блуждающие львовские отходы? Анна Каменева, Жанна Дучак, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер. До 30 января Лефуртовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей нашего коллеги Романа Сущенко. Украинский журналист, обвиненный в шпионаже, сейчас находится в московском СИЗО. Заседание прошло в закрытом режиме. По словам адвоката Марка Фейгина, сторона защиты настаивала на домашнем аресте. Однако представитель Фемиды адвокатов по традиции слушать не стал. На это решение резко отреагировали в украинском МИДе. Зазначенное решение российского так называемого правосудия было фактически прогнозовано. НЗС Украины высказывает решающий протест в связи с этим решением Лефуртовского районного суда города Москва продолжить на два месяца термин утримания под вартою украинского журналиста Романа Сущенко. НЗС Украины вкотре требует от Российской Федерации обеспечить доотримание взяток на себя международных норм, стандартам о гарантации прав и свободе человека и избежать Романа Сущенко и других украинских граждан. В зоне АТО по-прежнему самое горячее направление Мариупольское. Там обстрелов зафиксировали больше всего. По всей линии соприкосновения наемники продолжают вести огонь из запрещенных орудий. За сутки шестеро военнослужащих получили ранения. Один из них под Донецком. Больше. В сюжете Ирина Баглай. За туда выходят и они всегда хотят вот тут пройти по вот этим очередам. Эти улочки ведут к трассе Горловка Ясиноватая, подконтрольный боевикам. Ходить по ним рискуют только местные. Расстреливается страшно, но мы ходим. Мы здесь живем. Нам деваться некуда. Проходит по селу и железная дорога. С Донецка приезжают сюда провозят в уголь, потом еще проволоку. Поезда курсируют в обе стороны. А на них в тыл, бывает, пытаются пробраться и диверсанты боевиков. Бывает, выстреливают на повороте, которые запрыгивают. Ну, держи. На своей стороне седают и тут же выпрыгивают. Дальше рассказывают бойцы. Наемники под стук колес пробираются вдоль дороги до лесопосадки. Одну из таких попыток военные присыпли и этой ночью. С правого фланга начинается бой, а на левом фланге прорывается группа. Одновременно по позициям армейцев перед селом боевики вели огонь два часа. В технице начали миномет работать. Там стреколкня была. Большая часть Верхнеторецкого за спинами военных. С лета все бои на переднем крае. У людей другая беда. Они нуждаются в медицинской помощи. До ближайшей больницы 15 километров. Маршрутка дважды в сутки. Скоро они рискуют сюда ехать. Выручают военные медики. Они вызывали ночью скорую. И скорая просто отказалась сюда ехать. А у ребенка температура 39. И ребенок горит. Поэтому если, допустим, волонтеры нам привозят, мы всегда стараемся попросить, чтобы они привезли что-то для детей. Какой-то детский сироп от кашля. В дефиците здесь и уголь. Хотя через Верхнеторецкое его возят вагонами, жители спасаются от холода только прошлогодними запасами. На данный момент отсюда водорого в завозе. Дорого, говорят. 3 тысячи тонн. А тонны на сколько? Ну, обычно вот 3-4 берем. Ну, на зиму берешь 3-4 тонны. Вот посчитайте, 12 тысяч на зиму. Просто я не знаю, где их взять. В Верхнеторецком дни короткие. Как только солнце садится, за ворота люди не ногой. Боевики, как по расписанию, огонь открывают с 6 часов вечера. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Игорь Щепет из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Встреча ради встречи или еще один шанс на урегулирование конфликта на Донбассе. Завтра министры иностранных дел стран Нормандской четверки встретятся в Минске. Их главная задача согласовать дорожную карту выполнения минских соглашений с привязкой к датам и очередности пунктов. Ярослав Кречко расскажет, чего ждать от завтрашних переговоров. Этой встречи ждут больше месяца с момента последних переговоров лидеров стран Нормандской четверки. Тогда главы государства договорились разработать дорожную карту выполнения минских соглашений. И вот именно министры иностранных дел завтра здесь, в Минске, должны положить начало этому процессу. Глава украинского МИДа Павел Клинкин сегодня заявил, основные акценты в переговорах будут сделаны на вопросах безопасности и гуманитарного характера. В частности, освобождение заложников. На встрече Клинкин представит украинский вариант плана по урегулированию конфликта на Донбассе. Я пока не вижу возможности досягти домовленостей с российской стороной о самых важных вопросах дорожной карты. Оскільки вместе с нашими немецкими друзьями, французскими друзьями и коллегами, наше видение полягает в том, что сначала досягается минимальный пакет безопасных условий. Наразі таких умов нема. Причем, такого спільного бачення у нас з Росією немає, щодо фундаментальних питань. Це контроль з боку ОБСЕ, всей території Донбасса, і за Кримом мониторинг не контролюваної на сьогодній ділянки українсько-россійського кордону. О скромних ожиданнях от завтрашній встречи заявили і в Министерстві іностранних дел Гермції. Мол, пока прогреса в вопросах прекращення огня і розведення військ на линій соприкосновения нет. Як известно, даже в станиці Луганська і согласованність, по которой була достигнута ще в сентябрі, этот процес до сих пор не завершен. Тем не мене, якщо сенсационного прорыва скорее всего ждати не приходиться, то і встречи для галочки переговори сложно назвать. От дипломатов ждут хотя бы черновой, но более-менее согласованный вариант плана реализации Минского пакета. В дорожной карте, напомню, должна быть прописана очередність выполнення пунктов соглашения і їх привязка к датам. Ярослав Кречко, Евгений Камінський. Подробності телеканал «Интер» із Минска. Поставить на паузу. Президент Германии предлагает не спешить с евроинтеграцией. По словам Йохима Гаука, при создании ЕС политики действовали так поспешно, что многие граждане не успели осознать уникальность проекта. Отсюда рост популярности евроскептиков и популистов. Пауза, считает Гаук, поможет достучаться до противников Об'единенной Европы и переубедить их. А уже завтра представители ЕС будут обсуждать механизм приостановки безвизового режима. Об этом сообщил специальный корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. Без этого механизма Евросоюз не откроет границы для украинцев. То есть безвиз заработает только в том случае, когда у Брюсселя будет рычаг приостановить его в любой момент. К примеру, если в ЕС хлынет волна нелегалов. Как только в Об'единенной Европе договорятся, Киев станет на шаг ближе к безвизу. В Совете Европы подтвердили трехсторонние переговоры между Еврокомиссией, Европарламентом и Советом Европы. Пройдут они завтра в Брюсселе. Надежда на принятие механизма приостановки безвизового режима конечно есть, но нужно понимать, что у Европарламента еще остались вопросы. Тем не менее, эти переговоры чрезвычайно важны. Это еще один шаг к цели как для Грузии, так и для Украины. Но я не уверен, будет ли завтра совершен прорыв. 10 тысяч беженцев с Востока за благосклонность ЕС. В Минюсте предлагают взять квоту Нидерландов и расселить беженцев в Украине. Об этом заместитель министра Петухов написал на своей странице в Facebook. Дескать, чтобы ЕС было интересно дать ей его безвизовый режим, нужно помочь решить больной вопрос для Европы миграционный. Петухов считает, цитирую, на принятие решения по Украине во многом повлиял сирийский кризис. Именно опасаясь негативной реакции избирателей на мигрантов, европейские лидеры не спешат давать безвиз Украине. И наша страна могла бы полностью взять на себя квоту, например, Нидерландов. По расчетам замминистра, это потребует меньше денег, чем на содержание беженцев в ЕС. В комментариях пользователи соцсетей посоветовали чиновнику показать пример и поселить у себя дома семью беженцев. Глава Минюста не отреагировал на такое предложение подчиненного и ближе к вечеру Петухов поспешил уточнить, дескать, все это его личные размышления, а не позиция ведомства. Миграционный кризис одна из причин крушения рейтинга французского президента. Аланта перещеглял даже скандального Саркази. И сейчас за право стать хозяином Елисейского дворца ломают копья. На первых, республиканских праймрис одержал победу Франсуа Фион. А наиболее вероятным победителем президентской гонки наш корреспондент в Париже Юлия Мендель. Вот уже больше года, как на улицах Парижа появились новые обитатели. Беженцы с Ближнего Востока, которым повезло остаться во Франции. Все они с похожими плакатами «Сирийская семья» и у всех одна цель попрошайничать. Эти несчастные пополнили городскую армию безработных, которая в нынешнем году увеличилась и теперь составляет 10%. Речь идет о сотнях тысяч людей. Выходцы из Сирии во Франции уже почти тренд. Беженцам из Ближнего Востока даже притворяются. Он не сириец, нет. Зачем ты притворяешься сирийцам? Он из Румынии. Сирийцы вот там. Справиться со старыми и новыми вызовами Алланду не удалось. А тут еще и беды, связанные с терроризмом. Как результат, рейтинг хозяина Елисейского дворца буквально рухнул. Четыре года назад его поддерживали 63% граждан. Сейчас 12%. Впрочем, еще три года назад его считали самым непопулярным президентом в современной французской истории. Для Алланда это тяжелое время. Были теракты, социальные стандарты не улучшаются. Все так же, как при Саркози. Между Алландом и Саркози нет большой разницы. Я не буду голосовать за Алланда, ведь он социалист. Ничего из того, что он говорил, не сработало. Хочу голосовать за Фиона. Он молод и опытен. Нам нужны перемены. Неудивительно, что на выборах президента в следующем году у социалистов шансов почти нет. А жесткий критик политики Алланда, республиканец Франсуа Фион, вырвался фаворитом. Сегодня в его лагере ликуют. На первых в истории Франции республиканских праймерис он уверенно победил. И стал кандидатом от правоцентристов. Набрал почти 70%. Среди обещаний уменьшить госдолги и снизить расходы бюджета на 100 миллиардов евро. А еще уменьшение квоты на эмигрантов. Мы обязанность сломить сопротивление к переменам и демагогию. Левые это проигрыш, ультраправые банкротство. Я обойду эти политические партии, но не обижу разочарованных французов. Марин Ле Пен, лидер национального фронта, то есть правых радикалов, скорее всего будет главным оппонентом Фиона на весенних выборах. Ее заместитель сегодня дает интервью, где называют обещания Фиона суровыми. На международной арене и Фиона Ле Пен известны близостью с Россией и стремлением изменить отношения с Евросоюзом. Только Ле Пен более радикальна. Поэтому, хоть она и набрала в рейтинге, на выборах вероятнее всего уступит Фиону. Я не хотела бы видеть ее президентом. Она слишком правая. Ей не нравится Европа, а я верю в Европу. А еще она расистка, и это нехорошо. Я не поддерживаю Ле Пен. Я с ней не согласна. Она слишком радикальна. Сама Ле Пен заявила, что считает, что Фион будет очень хорошим соперником во втором туре президентских выборов. Такие амбиции частично оправданы. Ведь не так давно Марии Ле Пен была маргинальной силой, а теперь одна из основных. Но впереди в январе еще одни праймеры социалистов. И действующий премьер уже заявил, что идет в президенты. Так что, битва за Елисейский дворец только набирает обороты. Юлия Медель, Вадим Сверидонов из Парижа. Подробности телеканал Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Ничего не вижу, ничего не слышу. Почему в Римлянской области полицейские не замечают незаконную добычу янтаря? Оборотни в погонах, на чем и на ком наживались полицейские в Кропивницком? Человек-легенда. В Украине презентовали фильм о Валерии Лобановском. Недостача почти в 27 миллиардов гривен. Столько в этом году недосчитался сводный бюджет Украины, то есть государственная казна и областные бюджеты вместе взятые. Об этом сообщили в госказначействе. Такие данные получили благодаря простой арифметике. В госбюджете дефицит 60 миллиардов, а местные перевыполнили план на 33 миллиарда. При этом дополнительные средства в местных бюджетах далеко не означают процветание регионов. В этом убедились нардепы оппозиционного блока во время поездки в Житомирскую область. Там, к примеру, местное автотранспортное предприятие убыточное, слишком много льготников, а дети в школе не обеспечены питанием. Тендер буксует. Предложенный проект бюджета, по мнению нардепов, резко урезают социальные выплаты, а потому поддерживать смету оппозиционеры не намерены. Закон приняли Верховная Рада только про выборы в объединенную громаду. Больше никаких повноважений объединенным громадам не передали. А что тогда остается в громаде? Только одни проблемы, которые сегодня у нас в районе. Бюджет, который предлагается сегодня, резким урезанием социальных выплат, это злочин перед страной. Мы не будем за него голосовать, потому что, если не предпочены деньги в бюджете для перевозки педагоговикам, если нет достаточно денег для увеличения зарплаты вчителям, эти вещи неможливо пропускать, поэтому наша фракция проголосует за бюджет только тогда, когда будут врахованы социальные выплаты, сближены. В Одесской области оппозиционный блок начал сбор подписей под обращением к Верховной Раде. Требование рассмотреть пакет законопроектов под названием «Справедливость и защита», подготовленный оппозиционерами. Среди основных инициатив снизить коммунальные тарифы в два раза, увеличить пенсии и создать условия для прибыльной работы предприятий. По подсчетам оппозиционеров более 80% жителей Украины не могут оплатить коммуналку по новым ценам, а значит их нужно пересматривать. Подписи под обращением будут собирать в течение месяца в самой Одессе и области, после чего передадут в парламент. Мы действительно против этих тарифов, потому что люди не могут выживать в этой ситуации. Но не просто против, а мы предлагаем конкретный путь выхода из этой ситуации. Это тот пакет законов, который мы уже достаточно давно зарегистрировали в Верховной Раде и просим и требуем власти к этому прислушаться. И снова молодым у нас дорога. В стране новый глава нациагентства по возврату незаконных активов. Им назначен 32-летний Антон Янчук, который является еще и замминистра юстиции. Решение об этом приняла конкурсная комиссия. По образованию Янчук, правовед, окончил университет имени Шевченко. Затем работал в различных адвокатских конторах, в частности, в период с 2008 по 2013 в адвокатской кампании, которая ранее, по сообщениям СМИ, принадлежала нынешнему главе Минюста Павлу Петренко. Интересно и еще одно место работы Янчука. Это адвокатское объединение Арцингер. Оно известно тем, что там когда-то работал бывший заместитель генпрокурора Виталий Каська. Оборотни в погонах, вымогательства, шантаж и даже пытки. Вот чем занимались сотрудники городдела полиции в Кропивницком. Руководил ими начальник уголовного розыска. Сейчас все задержаны, а больше знает Елена Брынза. Эти фото СБУ обнародовала еще в июле. Троих оперативников задержали при получении 200 тысяч гривен. Деньги вымогали у местного фотографа и гарантировали, что не откроют уголовное производство по обвинению в растении малолетних. Под стражей правоохранители были недолго и вышли из СИЗО под залог. Каждый внес по 110 тысяч гривен. Но мало того, что Александра Костенко, Дмитрия Шаповала и Виталия Ковылина фактически отпустили, все трое надеялись остаться в полиции. Они каким-то образом начали проходить в список тех, кто приходит перед артестацией. И мы одночасно с этим проанализовали их декларации и увидели, что их доход даже за два последних года явно не позволяет покрыть эти вытраты. Откуда взялись деньги на залог, полиции не знают, но при этом уверяют в списке на переатестацию. Обвиняемые попали случайно. Это просто техническая ошибка. Оскольки списки на проход артестации готовились завчасно, возможно, через это эти люди начали в данных списках. Все задержанные были подчиненными начальника угрозыска Кропивницкого городела Богдана Мельника. Именно его называют организатором банды. Интересно, что в подчинении у Мельника находился и Сергей Кошатин. Его задержали за то, что крышевал распространение наркотикам, но позже также отпустили под залог. Пока по делу оборотней в погонах Кошатин не проходит. Как установили в СБУ, группировка занималась вымогательством, кражами и даже пытками. На прошлой неделе двоих из банды взяли под стражу. В четверг меру пресечения сберут еще двоим, в том числе и организатору бандформирования. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кропивницкий. Показательное задержание в Запорожье. Целых 11 экипажей патрульной полиции понадобилось, чтобы надеть наручники на троих грабителей. Злоумышленники обобрали доверчивого пенсионера, представившись сотрудниками Облэнерго и вынесли из квартиры 20 тысяч гривен. Задержание проходило как в голливудском блокбастере с погоней по ночному городу, в которой участвовали все свободные на тот момент экипажи патрульных машин. Преступники оказались из соседней Днепропетровской области. Наша съемочная группа на этих выходных пыталась помочь полиции. Во время работы над материалом журналисты обнаружили не меньше десятка мотопомп, с помощью которых старатели добывали янтарь в Ривненской области. Вызвали полицию, сообщили начальнику райотдела, но задержать кого-либо правоохранителям так и не удалось. Почему, знают наши корреспонденты. Вот так, не убегая и не прячась работают старатели в поселке Клесов. Звоним на 102, сообщаем начальнику райотдела. В итоге сегодня узнаем ни одного изъятия и задержания. Следственно-оперативная группа, по нашей информации, не смогла добраться до старателей, помешала лужа. После выхода материала в программе подробности недели в областном управлении полиции начали служебное расследование. По данному факту призначено службовое расследование, все данные факты поддаются переверке. Створена группа, которая будет проводить из премьер-инспекции, а также штаба. Интересно, что пока оно продолжается бороться с незаконной добычей янтаря, будут те же люди, которые не отреагировали на заявления в полицию. Ведь оперативный штаб не прекратил работу только на бумаге. Фактически же из области выведены все спецназначенцы. У них закончился срок командировок. Анна Демиденко, Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности телеканал Интер, Ривненская область. И вернемся к пресс-конференции Виктора Януковича. Ее запланировали на 18 вечера по Киеву, но из-за затянувшегося допроса перенесли на более позднее время. Как расценивает свой допрос Янукович и что творилось в Ростове за кадром? Знает Руслан Смещук, он сейчас напрямую в связи со студией. Руслан, здравствуй, о чем рассказал Янукович прессе? Тебе слово. Екатерина, сама пресс-конференция закончилась около 10 минут назад Виктор Янукович на кортеже в сопровождении трех экипажей полиции отбыл издание Ростовского областного суда. Сама же пресс-конференция была анонсирована еще вчера и местом ее проведения как я уже говорил выше значился Ростовский областной суд, то есть то место, где и проходил видеодопрос. Но из-за того, что процессуальные и следственные действия вместо трех с половиной часов запланированных трех с половиной часов растянулись на вдвое большее время. Пресс-конференция стартовала почти с часовым опозданием, а после вот этих всех следственных действий Виктор Янукович выглядел достаточно усталшим, постаревшим, можно даже сказать, изможденным, но журналистам заявил, что в целом видеодопросом удовлетворен. Многие вопросы пока непонятны. Будут ли возобновлены расследования по гибели работников правоохранительных органов? Уравняют ли права семей погибших на Майдане и работников правоохранительных органов? А для установления истины без этого нельзя обойтись. Хочу отметить, что с момента прошлой пресс-конференции Януковича его риторика существенно не поменялась. То есть все те же радикалы, собственная легитимность, гражданская война, якобы ведущаяся на территории Украины. То есть из его уст звучали тезисы, которые он озвучивает последние два с половиной года. Также хочу добавить, что 2 декабря здесь же в здании Ростовского областного суда в формате видеодопроса будет опрошен Вячеслав Шуляк, беглый экс-командующий внутренними войсками Украины. Ну и в завершение я хотел бы немного рассказать о мерах безопасности, о действительно беспрецедентных мерах безопасности, которые сопровождали сегодняшнее мероприятие. Вот до сих пор здесь по периметру Ростовского областного суда, а также на прилегающих улицах, дежурит несколько десятков нарядов полиции. Кроме того, всех входящих при входе в здание тщательно проверяли при помощи стационарных и мобильных металлодетекторов. Ну а в здании также мы обнаружили полтора-два десятка федеральных судебных приставов в бронежилетах и с пистолетами пулеметами. То есть разве что только служебных собак не хватало. Студия. Спасибо, Руслан. Это был Руслан Смещук. Он сейчас у здания Ростовского суда. Снова стрельба в США. На этот раз на территории университета Огайя. По последним данным восемь человек ранены. Один из них в тяжелом состоянии. Сам стрелок убит в ходе спецоперации полицейских. Его личность и мотивы пока неизвестны. Накануне злоумышленник открыл огонь во французском квартале Нового Орлеана. Один человек погиб. Около десяти получили ранение. Первый пошел. Команда Клинтон согласилась на пересчет голосов в одном из штатов, где ее разрыв с Трампом невелик. Последний уже назвал такие попытки мошенничеством. Зачем демократы затеяли политическую игру? И можно ли изменить результаты выборов? Дмитрий Анопченко расскажет. Висконтин. Здесь Трамп победил с минимальным преимуществом. Но этот штат дал голоса выборщиков, необходимые для победы в гонке. Когда экс-кандидат в президенты от партии зеленых, Джилл Стайн инициировала пересчет, это мало кто воспринял серьезно. Дескать, что может аутсайдер? Но сейчас штаб Клинтон официально подтвердил, они поддерживают такой шаг. Причем не только в Висконтине, но еще и в Пенсильвении и Мичигане. Трамп назвал попытки пересчета мошенничеством и потребовал немедленно признать результаты. И даже официальное заявление распространил, мол, выборы закончились, народ высказался и даже сама Хиллари признала поражение. Дескать, победа чистая в 30 из 50 штатов. Лучше результат, чем у любого другого республиканца со времен Рональда Рейгана. Услышав в этом заявлении слово мошенничество, на Трампа обрушилась критика пресса. Причем впервые со времен окончания выборов оценки очень жесткие. CNN назвала его слова ложными и беспрецедентными. Washington Post дерзкими и необоснованными. Газета политика и вовсе написала все это теория заговора. Но победитель продолжил атаковать. Заявил, если уж искать нарушения, то в трех других штатах. Вирджинии, Нью-Гемпшири и Калифорнии там, где победила Клинтон. По словам Трампа, конкурентки в этих штатах приписали миллионы голосов нелегалов. Глядя на эту перепалку, информированная New York Times написала, в штабе Трампа действительно опасаются, что происходящее может быть попыткой чужими руками забрать у него победу. И последние заявления о нарушениях в тех штатах, где победила Клинтон, это прозрачный намек демократам. Мол, не стоит, если решитесь на пересчет, то он будет не только в спорных штатах, но и по всей стране. признать поражение Хилари Клинтон убедил Обама. Сама она якобы думала обжаловать результаты, но президент был настойчив, не нужно. Впрочем, обида от проигрыша никуда не делась, поэтому Америка сейчас на раздорожье. Если демократы решатся открыть ящик Пандоры и начать пересматривать результаты, это может втянуть страну в длительный и болезненный процесс, подобного которому она еще не знала. Поэтому все эти заявления скорее всего так и останутся лишь обменом любезностями между проигравшей и победившей командами. Ведь страна настолько устала от избирательной гонки, что нового витка противостояния не захочет и возможно даже не выдержит. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала, Интер. В Израиле продолжается международная операция по тушению лесных пожаров. В борьбе с огнем принимают участие украинские пилоты. Два самолета были отправлены туда по распоряжению президента Порошенко. На авиабазе, откуда они совершают вылеты, побывал корреспондент подробностей Сергей Ослендер. Авиабаза Хатсор одновременно напоминает международный аэропорт и растревоженный улей. Десятки самолетов из самых разных стран помогают Израилю тушить лесные пожары. С утра заправка водой и топливом, потом краткий инструктаж и вылеты. Каждый, без преувеличения, можно смело назвать боевым. Страна ведет войну с огнем и, как признаются сами израильтяне, без помощи справиться не удастся. Вот готовятся к вылету хорватские самолеты. Рядом прогревают двигатели экипажа из Турции. Украинцы стоят бок о бок с итальянцами. Последние приготовления, проверки, самолеты полностью готовы. Вместе с украинским экипажем летит израильский штурман. Местные техники с любопытством изучают кабину Ан-32. Таких машин в Израиле нет. Читают надписи на знакомом языке. Технику помогает обслуживать русскоговорящий персонал. Я из Украины, из Крыма, из города Симферополь, приехал 20 лет назад. Это, конечно, помогает особенно техническим группам, которые самолеты обслуживают здесь. Это любая помощь, которая им нужна. И это начинается с напряжения к самолетам, воды до заправки. Все это очень помогает, когда нет этого языкового барьера. Работают весь световой день. А Ан-32 из-за особенностей заправки успевают совершить по два вылета. Тушат по всей стране. Благо, территория небольшая, база почти в центре. Максимум за час можно добраться до любой точки. Сейчас украинские летчики готовятся к взлету. В воздухе они будут выполнять так называемое патрулирование. То есть кружить над возможными районами возгорания в поисках очагов пожаров. Каждый такой самолет может взять на борт 8 тонн воды. То есть теоретически с одного захода погасить крупный очаг. 10 часов провели в воздухе украинские летчики, сбросив на пожары 50 тонн воды. Тушили под Иерусалимом в центре страны на севере и на юге. Работать, говорят украинцы, приятно. Отношения хорошие, тепло, аэродромные службы работают как часы. Встретили очень хорошо, очень доброжелательно. Условия, как всегда, условия на пожарах. К этому уже привыкли, поэтому ничего особо такого здесь нет. Операция продолжается. Пожаров значительно меньше. Сказывается массированная поддержка с воздуха, но за ночь, когда самолеты не могут работать, огонь вновь набирает силу. Осталось продержаться еще несколько дней, потом синоптики обещают дожди. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер-авиабаза Хаттор, Израиль. Он мерял алгеброй гармонию. Так говорят герои фильма о самом известном и самом титулованном тренере киевского Динамо Валерии Лобановском. Сегодня в столице состоялась премьера документальной ленты о жизни мэтра украинского футбола. Картину посмотрели и наши журналисты. Три президента страны, министры, десятки тренеров и игроков разных составов Динамо Киев и сотни преданных фанатов. Все они собрались в зале Театра имени Франко, чтобы посмотреть документальную ленту Лобановский навсегда. Режиссер рассказывает, самый сложный этап в создании фильма был уже после съемок. Мы рассчитывали, что один человек расскажет нам про один этап жизни, а он про него рассказал не очень интересно, а интересно рассказал совершенно про другой. То весь план, который был с самого начала, естественно, полетел. И вот мы где-то, наверное, полгода сидели почти каждый день и методично собирали каждый пазл друг к другу. Основа фильма архивные киноматериалы в перемешку с оценками, суждениями и воспоминаниями о мэтре его современников. О Лобановском говорят, своих игроков он научил не только понимать футбол. Каждая беседа с ним, каждое, не знаю, столкновение с ним, это для тебя огромный опыт, для тебя урок жизни. То, как я сказал в фильме, то, через что мы прошли, он не просто научил нас играть в футбол, он научил нас жить. Он строил команды, он знал, как их построить. Он шел много со временем, он был очень эрудированный, начитанный, он умел общаться с футболистами, самое главное, он был большим мотивателем. Роль Лобановского не только в украинском футболе, но и в жизни всей страны отметил и президент Петр Порошенко. В умовах и в часы, когда Украина темчасово не существовала на политической карте света, Валерий Васильевич и его команды славили, промоцировали, пропагандовали нашу державу. Это очень важно. Большое видится на расстоянии. Спустя 14 лет после смерти Лобановского его фигура выглядит еще масштабнее. Фильм абсолютно точно передает всю сущность великого тренера и никого не оставит равнодушным, уверяют те, кто знал легенду лично. Я надеюсь, что главный стимул, который извлекут молодые динамовцы из просмотра сегодняшнего фильма, будет следовать тем стимулам и той мотивации, которую вкладывал Лобановский, рождая свои великие звездные команды. Победитель и в жизни, и после смерти. На прошлой неделе в Милане фильм о Лобановском признали лучшим на международном фестивале спортивного кино и телевидении. А уже с 1 декабря оценить ленту смогут все желающие. Ее покажут более чем в 30 кинотеатрах по всей стране. Ольга Теребинска, Иван Ермаков, подробности телеканал Интер. За развитием событий следите на нашем сайте подробности UA. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok